Теперь возьмем второй стол Мухаммад Расулуллах, то есть вторую часть чахады. Мы сказали «Ла Иллах, Илла Аллах». Это мы вкратце сейчас объяснили, что такое «Ла Иллах, Илла Аллах». Теперь возьмем Мухаммад Расулуллах. Перед тем, как объяснить Мухаммад Расулуллах, переводится «Мухаммад» — «Раб и посланник Аллаха». «Абдухму и Расулу» — «Раб Аллаха и посланник Аллаха». Перед тем, как поговорить о Мухаммаде, хотел бы вообще поговорить о пророках. Аллах Субхану Ва Та'Аля сказал в Коране В каждую из общин посылали пророка из числа людей, что призывал людей поклоняться одному Аллаху и отзывал от тагута, от поклонения идолам. Муссу, Аллаху, послал ему Тавра, Иса, Аллаху, послал Инджиль, Псалтирь, пророку Давиду, Суху Ибрахиму, Муссу, свитки, пророку Ибрахиму, Муссу, в каждой из общин Аллах посылал посланника из числа людей, чтобы призывали людей поклоняться одному Аллаху. Но в каждой из общин был свой шариат, то есть молитвенная практика, как правильно молиться, как правильно поклоняться Всевышному Аллаху. Иудеи по-своему молились одному Богу, христиане по-своему молились одному Богу. Там другие, 124 тысячи пророков было, из них 313 посланников. Каждого Аллах посылал с одной миссии, поклоняясь одному Аллаху. Но Всевышний сказал, Каждый из них, то есть из пророков, мы сделали свой шариат, то есть свою именно, так скажем, молитвенную практику, как поклоняться Всевышнему, Субхану ва Тааля. Также Всевышний сказал, Поистине Всевышний Аллах избирает, выбирает из ангелов, посланников и из людей. И Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, все слышащие и все видящие, Субхану ва Тааля. Когда мы говорим Мухаммад, Расулу Аллах, тут тоже есть два столпа. То есть, когда говорили про «Ла Иллах, Иллах» сказали два столпа. «Нафи у литбят» – отрицать всех богов и подтверждать одного Аллаха. Когда говорим Мухаммад, Расулу Аллах, тут тоже есть два столпа. «Аль-Аббид вар-Расуль» – раб и посланник. Поэтому Всевышний Субхану ва Тааля говорит в Коране, в Сурату Кафф, которому мусульмане каждую пятницу читают, в последнем аяте Всевышний в суле пещеры сказал Скажи, Мухаммад Я такой же человек, как и вы Мне дано откровение То есть Мухаммад, салаллаху алейху ассалям Он раб Аллаха, он человек И он посланник Вот это два стопа То, что он человек и он посланник И все остальные пророки, они были людьми И они были посланниками То есть посланниками от Всевышнего Аллаха Исса – он раб Аллаха и он посланник Аллаха. Муса – тяута – рад Аллаха и посланник Аллаха. Таута – это раб Аллаха и посланник Аллаха. Ибрагима – и так далее. Сулеймана – раб и пророк. Что такое раб? Раб значит он тоже поклонялся Аллаху. Он тоже поклонялся Всевышнему Аллаху. То есть он не объект поклонения, он не Бог, он не идол, он раб Аллаха. Поэтому пророк Мухаммад, описывая пророка Мухаммада в Коране, Всевышний сказал, кушал еду, ходил по рынку. То есть человек нуждается в еде. И нуждается в том, чтобы пойти на рынок, что-то купить, что-то продать. Бытовые какие-то дела есть. Также описывая Иису и Мария, Всевышний сказал, кана я куляни таам. Они оба применяли пищу, кушали. Опять же, когда человек кушает, то, что поступает в его организм, оно должно каким-то путем выйти из него, из организма. И вот этот человек, который после того, как кушает, из него эта еда выходит, невозможно его назвать Богом. Или объектом для поклонения. Он раб Аллаха. И он посланник Аллаха. Он раб Аллаха, Муса, Иса, Мухаммад, и посланник Аллаха. И когда мы читаем с вами намаз, когда дойдем до раздела иншаласаля, тоже возьмем столб саля, второй столб религии. Мы сказали, первый, ла-илах ла-аллах Мухаммад и Расулла, второй столб, ас-саля, намаз, молитва пятикратная. Когда мы читаем, сидим на ташахуде, говорим, мы свидетельствуем, что нету иного Господа достойного поклонения, кроме как Аллаха, и то, что Мухаммад раб Абдуху, и посланник Аллаха. Хадисы, которые приводят Анас бин Малик, это самый последний сподвижник, который умер. Кто такой сподвижник? Это тот, кто увидел пророка Мухаммада, будучи верующим в него, мусульманином, и умер на исламе. То есть были такие люди, которые жили при пророке Мухаммад, но не уверовали. А после смерти посланника Аллаха во время правления Абубакра уверовали. Они не являли, хотя видели пророка Мухаммада, но не были мусульманами на тот период, на тот момент. Они не являются сахабами, не являются сподвижниками. Или были такие люди, которые не видели, но жили в одно время вместе с пророком Мухаммадом. Например, возьмем, как Уэссель Карни, который жил в Йемене. Он уверовал, но однако он не смог приехать в Медину и увидеть посланника Аллаха, потому что его мама болела. И он только приехал в Медину, когда уже после смерти посланник Аллаха, но он не видел, он уверовал во времена посланника Аллаха, но не увидел его. Он не является сподвижником. Он не является сахабом. И пророк Мухаммад, последний сподвижник, который умер, который видел посланник Аллаха, и умер на исламе, это Анис бин Малик. Анис бин Малик. Самый последний сподвижник, который умер. Он передает хадис. Он был всегда рядом с пророком Мухаммадом, когда он сделал переселение, пророк Мухаммад, из Мекки в Медину. Был с ним вместе Абу Бакар. И каждое утро выходили жители ансара Медины и хотели встретить пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И мама Анаса бин Маллика на тот период был Анаса бин Маллик маленьким. И каждый что-то хотел дать пророк Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Какой-то подарок. Мама Анаса бин Маллика дала своего сына, ребенка, Так, а именно вы как раз взяду про руководство Мухаммадом, саля Аллахуmers, сегодня он передáх mercенданка, что я Вас покажу я Расуль Sith, я Мухаммад, я сей-ед-на, и обни сей-ед-на, и я хай-р-на, и обни хай-р-на. И сказал я, ой, ой, оттоку от Бога и я, билась бить сихи, я правил твою за конец, и я так, шума жалко, в 영화 вас был спустил, а в салалих, и я ищу на я, каждого тяну все оператору, но в нас читал, что я预п, я дорогу, я имею в виду, Мухаммед, о господин и сын господина, о самый лучший и сын самого наилучшего. Нету сомнения, что пророк Мухаммед, что он господин всех пророков и всех посланников, но однако он не любил, когда его чересчур восхваляли, и на что он ответил, сказал, о люди, бойтесь Аллаха и говорите обычными простыми словами, поистине я раб Аллаха и посланник Аллаха, и клянусь Аллахом я не люблю, когда вы возвышаете меня выше того, что Аллах вам дал, что Аллах мне дал. То есть самое любимое было слышать пророка Мухаммеда то, что он раб и то, что он посланник. Раб, мы сказали, то, что человек, который поклоняется Аллаху, посланник, что такое посланник, это тот, который доносил религию от Аллаха до людей, до нас. И каждого пророка Аллах послал к своему народу, кроме пророка Мухаммеда, послал ко всем людям. ко всем людям и после пророка Мухаммада больше не будет другого посланника. Пророк Мухаммад сказал нету пророка после меня. Ему было дано откровение в Куран. Это называется через ангела Джабраиля приходили ему аяты. И Всевышний сказал в Куране, описывал пророка Мухаммада саллаху алейху ассалям в Суратин-Наджбе Всевышний сказал, поистине Мухаммад от себя ничего не сказал, от своих страстей ничего не сказал, каждое сказанное слово им это было откровение от Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад саллаху алейху ассалям. Когда ему пришло пророчество, когда он стал посланником, когда он стал пророком, ему было 40 лет. 23 года он был пророком и умер в возрасте 63 года. 23 года он призывал к религии Аллаха. 13 лет в Мекке призывал к ля-илла-илла-илла-ток, о чем мы с вами до этого говорили. К тому, чтобы люди поклонялись одному Аллаху, не продавали ему с товарищей. И 10 лет уже в Медине будучи, он обучал религию, ислам, практику ислама. Обучал на протяжении 10 лет. Но 13 лет большинство его, то есть большее количество пророчества, именно был призыв к Тавухиду, к единобожию. Именно был призыв к единобожию. Мухаммад ибни Абдиллах. Мухаммад. Давайте ознакомимся с его историей, с его сирой, и потом расскажем, что такое хадис. Мы часто слышим хадис, аят и хадис. Хадис – это, как высказываем пророк Мухаммаду, что такое сунна, что такое пророк, что такое посланник, какая разница между пророком и посланником. Когда был в утробе своей мамы, пророк Мухаммад, умер его отец Абдуллах. Его отец Абдуллах занимался торговлей страны Ищама. Когда он возвращался, умер неподалеку от города Медины. Устал и умер. Когда ему исполнилось 6 лет, мама его взяла за руку и повела в Медину, дабы познакомиться со своими дядями. Пророк Мухаммад пришел, увидел своих дядей, и потом они посетили могилу его отца. Его мама взяла его за руку и сказала – это могила этого его отца. Он никогда не видел своего отца и увидел могилу своего отца. Потом они начали возвращаться в Мекку, и была помощница у мамы пророка Мухаммада, по возвращению в Мекку пророк Мухаммад, его мама устала, и упала, и умерла. То есть только что он в шестилетнем возрасте увидел могилу своего отца и умирает на его глазах его мама. В шестилетнем возрасте. Опять же, шестилетний возраст – это, вы знаете, для ребенка такой. Полностью он привязан к своей маме. Бывает, когда, например, даже мужчины, например, часто бывают на работе, наши дети с нашими супругами чаще всего проводят время, то есть они к ним привязаны. А тут учился ребенку, которого отца своего не видел вообще, никого нет, кроме мамы, умирает мама. Они ее похоронили, и когда похоронили, уже наступил целый день, копали могилу. Я взяла помощница его мамы за руку. Пойдем, сынок, вернемся в Мекку. Он еще не понял, сказал – умми, умми, мы забыли маму, мы забыли маму. Они уже похоронили. Я возвращаюсь в Мекку. Вернушись в Мекку, постучали в дом его дедушки Абдулмутталиба. Когда он открыл дверь, спросил – Айна Уммук, где моя мама? И он заплакал, и тогда он понял, что его мама умерла, взял его, прижал к себе и сказал – иди-ка ко мне, мой сыночек. И воспитал его как своего ребенка, его дедушка. Только он привыкает к дедушке, забыл, то есть играет, ребенок. Только ему исполнилось 8 лет, и умирает его дедушка Абдулмутталиб. Таким образом, он сиротой, пророк Мухаммад, саллаху алейкум, передается из рук в руки. Забирает его на воспитание его дядя Абдулмутталиб. Он заменил ему дедушку, и маму, и папу. Женил его на хадидже, рада Аллаху Анях. Аллах, субхану алейкум, пророк Мухаммад, саллаху алейкум, подарил семерых детей. Аль-Касим, Абдуллах, Ибрахим, Умму Кульсум, Зайнаб, Рукая, Фатима. Всех своих детей пророк Мухаммад, саллаху алейкум, похоронил при жизни. Всех своих детей пророк Мухаммад, саллаху алейкум, похоронил при жизни, кроме Фатимы. Она умерла после него. и когда пророк Мухаммад был год скорби когда в этот год умерла его супруга Хадиджа и его дядя Абу Талиб и этот дядя Абу Талиб который любил сильно пророк Мухаммад который заменил ему семью когда он умирал, он видел, он защищал его от врагов и был для него сильнейшей поддержкой но несмотря на все это он видел, как принимали ислам Абу Бакар другие сподвижники, как не посылались аяты слышал, но Аллах не раскрыл ему сердце, его дядя Абу Талибу и перед смертью рок Мухаммад говорит о дядя, скажи только одно слово я буду за тебя заступник в судный день с другой стороны, которые язычники говорят ты хочешь оставить путь Абду Мутталиба он поклянулся идолом и так, не сказав умирает дядя пророка Мухаммада то есть тот человек который заменил ему папу, маму вырастил его, женил его который защищал его он не принял ислам не сказал тогда пророк Мухаммад заплакал то есть надо, что все в судный день будет вечная разлука Аллах в Коране говорит когда наступит судный день тогда люди разделятся это то, что называется вечная разлука если в этой жизни где-то пересекались верующие с неверующими когда наступит судный день навечно ахлюл куфр неверующие зайдут в ад верующие зайдут в рай это вечная разлука и пророк Мухаммад заплакал ведь он любил своего дядю как своего дядю когда Всевышний Аллах Субхану Алиану спасла поясню ты не сможешь поставить напрямую путь того кого ты любишь только Аллах может поставить напрямую путь того кого пожелает то есть тем самым Аллах World только Аллах раскрывает сердца тому кому он пожелает поэтому когда человек говорит я сколько его призывал, не смог его поставить. Кто мы такие, чтобы людей ставить на религию? Мы только должны, как Аллах в Коране говорит, на тебе только донести. Кого Аллах пожелает того поставить на прямом путь, кого Аллах пожелает того заблудит. Ведет его в заблуждение. И ему уготовлено, как сказал пророк Мухаммад, дядя пророка Мухаммада, уготовлено самое слабое наказание в аду, но оно вечное. Почему вечное? Потому что он был язычником. Делал ширк, о чем мы говорили, самое, что Аллах не прощает, это ширк. Почему ему было самое слабое наказание? Потому что он защищал пророка Мухаммада, любил посланника Аллаха, и самое маленькое наказание это то, что он будет гореть по щикалке только в аду, а так будет гореть то, что его мозг будет кипеть от жары этого джахнама. Но это вечное наказание. Умерла его супруга Хадиджа, похоронил своих детей, посланника Аллаху, даже одного из своих ребёнков назвал в честь отца нашего, в честь пророка Ибрагима, и на его руках он был Ибрагим, и умирал уже в последнем сдохе, делал его сыночек в двухгодичном возрасте. И тогда Абдурахмам бен Ауфа рядом стоял с пророком Мухаммадом, и видел, как посланник Аллаху, заплакал, не может ему помочь своему ребёнку. И на что Абдурахман бен Ауф сказал, «Аттабки, я, Расул Аллах, плачешь ты, посланник Аллаха?» На что он сказал, «Я, Абдурахман, иннаха ррахма, иннаха ррахма, иннаха ррахма, о, Абдурахман, это же милость, это же милость, это же милость». И потом он сказал следующие слова. И вот эти слова должно быть, как каида в нашей жизни, как некое такое правило, если мы расстаемся с близкими. На что он сказал, «Аль-Айну ля тадма, والкалбу ля яхсен». Глаз сам по себе слезится, сердце само по себе печалится. «Вуаля на кулю, илля ма юрди, Раббана». И мы говорим только те слова, которым доволен наш Господь. То есть мы говорим, не кричим, не оплакиваем, почему Аллах так-то решил, почему ты забираешь моего ребёнка? Почему? Потому что он Аллаха больше любил. Аллаха Создателя больше любил, чем этот подарок. «И с разлукой с тобой мы печалимся, о Ибрагим». Такие слова сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Были у него битвы, были газоваты, над ним издевались, на пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Изгнали его из Мекки, из его жилого дома, когда он призывал только к одному, чтобы люди свидетельствовали, что нету Бога, кроме Аллаха. И в этот момент от него отворачивались, то есть кидали на него камни, кишки на него клали, когда он был в земном поклоне. Для чего? То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не просил ни от кого ничего, никаких денег, ничего за это. Он хотел людей вывести, чтобы Аллах вывел из темноты грехов в свет поклонения. Субхану алейхи вассалям в Коране, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, писал, как ятим, как сирота. Сирота — это кто? Это тот, кто потерял отца в возрасте, еще в несовершеннолетнем возрасте. Это называется сирота ятим. Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал, Не застал ли тебя Всевышний Аллах сиротой, и сам он тебя воспитал? Имам Шаукий, рахмаллах, сказал, О, Мухаммад, ты упомянут в Коране, как ятим, как сирота, и как прекрасен тот джемчуг, который скрывается в глубине сироты. То есть, когда сироту погладишь по голове, твои грехи и прощаются. А что говорить уже о том, который воспитает сироту? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Я и тот, кто воспитал сироту, со мной будет на таком расстоянии в районе. И указал на указательный палец, и на средний. То есть, рядом со мной будет в районе, сказал Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Клянусь тем, в чьих руках моя душа. То есть, клянусь Аллаху, ни один из вас полностью не уверует до тех пор, пока я не стану любимее по отношению к нему, чем его дети, или его родители, или все остальные другие люди. Поэтому верующий человек после Всевышнего Аллаха должен любить пророка Мухаммада. А как проявляется любовь к пророку Мухаммаду? В том, чтобы мы следовали за его сунны, следовали за ним. Всевышний сказал в сурате Али Амиран Скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда и Аллах вас полюбит и просит вам ваши грехи. Аллах прощающий и милосердный. Так же сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям Каждый из вас зайдет в рай, кроме того, кто ослушался. А кто ослушался, о посланник Аллаха? Сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям То, кто подчинился мне, он зайдет в рай. А тот, кто ослушался меня, тот человек, который отвернулся, ослушался меня. То есть он не зайдет в рай, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, он был пророком и он был посланником. Пророком и посланником. Какая разница между пророком и посланником? Мы сказали, что было 124 тысячи пророков, из них было 313 посланников. Разница между пророком и посланником. Есть такое правило, уважаемые братья и сестры, которое поможет нам запомнить. Каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. То есть пророк, посланник, посланник это тот человек, который Аллах послал, дал ему рисаль, дал ему книгу, неспослал ему шариат, тот, который был мукаллив именно в да'ва, которому Аллах повелел призывать людей. А пророк это тот, который продолжал религию посланника, который был до него. Например, произведем пример, Муса и Гарун, два брата. Муса, Аллах неспослал ему Таврат, Тору. Гарун он был пророком, но не был посланником, он продолжал религию Муса. Есть 5, которые обладатели решительности, обладатели решительности. О них отдельно Аллах сказал, самый лучший из посланников это Нух, первый посланник. То есть Адам, он был пророком, но не был посланником. Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад. Субтитры создавал DimaTorzok